здравствуйте друзья доброе утро вторник сегодня 17 что я как-то не сбивает в общем неделя у нас насыщенная вчера был праздник мы не работали ну как бы в школу не работала я работал вчера был значит праздник день мартина лютера кинга младшего сегодня у нас начинается новая группа вот я еду с утра немножко раньше обычно поэтому здесь на дороге как-то больше пробки я когда еду к 10 там 10 30 может это сейчас 10 10 30 приезжаю вот гораздо свободнее на дороге а в пятницу у нас инаугура инаугурация там не то что лично у меня там есть есть человек вот тоже уже наверное в течение я не знаю месяца что ли вот идут такие сообщения в прессе что вот такая-то группа отказалась участвовать там артисты такой-то певец такой-то исполнитель такая-то группа отказались участвовать тут еще отказались участвовать вчера я рассказывал про историю с членом палаты представителей льюисом которого облажал наш новоизбранный президент афроамериканец и там как-то вообще народ начал шуметь многие сказали уже исполнил но из конгресса люди что тоже не пойдут на инаугурацию знак протеста там и так далее ну вокруг инаугурации я к чему говорю есть какие-то значит какие-то тоже колебания волн политических идеологических там еще каких-то эстетических хотя конечно все больше интересует что будет потом после инаугурации когда вот уже можно будет ну что-то там законы какие-нибудь принимать хотя собственно не законы сейчас могут принимать но поскольку новый новый состав уже собрался конгрессом но сейчас еще действующий президент может пергета наложить то есть они сейчас принимают что-то такое в ожидании возможности уже по-серьезному начать что-то менять вот хотя конечно с моей точки зрения самое серьезное что надо было бы сделать это навести порядок с системой здравоохранения потому что вот эта мысль о том что у нас там надо рабочих мест побольше создать меня лично не вдохновляет потому что вроде у нас хватает рабочих мест ну то есть даже не знаю что делать то есть можно создать еще но просто кто работать будет да а вот со здравоохранением пока не было сказано как они хотят это сделать и вроде бы хотя сказано что наверное они еще не знают но наверное они будут думать вот посмотрим на эту тему вот а мы тем временем вот начинается урок живем новая группа начинается живем такой нормальной жизнью и это нормальная жизнь входит в обычную свою колею после праздников вроде уже мы все праздники от отбомбили и сувениры там получили раздали с больничных я надеюсь там все сейчас повозвращаются и вот понесемся могу сказать что job market вот спрос предложение там и так далее еще не восстановился до уровня ну вот скажем там ноября или там первых чисел декабря все еще чувствуется некоторая такая раскачка хотя так она так потихонечку потихонечку идет и позиции больше появляется и народ так начинает тоже возникать а то некоторые дак и не искали думает через как-то когда праздники вот хотя надо сказать что люди находили работу и буквально под новый год и был у нас человек 30 декабря оффер получил так что вот как бы никогда не замирает может быть конечно активность не то но не но не замирает и те люди которые с рынка не уходят на праздники у них есть какие-то дополнительные возможности когда народу нету а ты есть вроде как и шанс повышаются кстати вот некоторые сезонность присутствует например в рынке недвижимости обычно зима это некоторое затишье то есть люди которые хотели бы продать зимой не очень продают то есть меньше меньше возможности купить что-то меньше товару на рынке это инвентурия называется вот этого инвентурия меньше и начинается заход инвентурия на маркет домиков квартир таунхаузов начинается до день в марте может быть даже в конце февраля вдруг становится много чего купить появляется много чего можно купить появляются желающие купить и вот рынок так же оживает там тоже свои такие есть пробочки так а давайте я разверну окей чтобы вам было видно вот а я вглядываюсь естественно какие-то работы что-то производится вот и собственно на рынке труда тоже есть некоторая такая цикличность календарная связанная с праздниками наверное не только с праздниками но и с открытием бюджетом знаете вот в 90-е годы как-то все было более такое структурированное чем сейчас сейчас больше всяких векторов в разные стороны тянут а тогда например вот 1 января открывалась финансирование многих проектов ну 2 и вот январь-февраль рынок значит бумировал там нанимали людей люди которые работали на постоянной работе и хотели поменять работу они не уходили в ноябре или в декабре они ждали конца года потому что по их по итогам конца года они должны были получать свои какие-то бонусы ну там премии к чё не там заработали за год это было массово это было очень распространено и вот они ждали там чё там будет по итогам года а потом уже они начинали куда-нибудь уходить то есть они не срывались там 15 декабря на новое место ждали вот наступление января то есть как-то все было так размеренно понятно вот сейчас вот этой размеренности больше нет так как ну смысле она есть в меньшей степени вот даже с погодой видите у нас постоянно какие-то флуктуации вроде бы вы привыкли что зимой дожди а потом смотришь нету дождей а сейчас опять дождит но сильные похоже что водохранилища все наши пополнились и я не знаю какой критерий там для отмены мер по экономии воды там что тут не поливай там поймешь чуть не делай но в всяком случае той остроты что было нету и люди которые кричали что калифорния загнется от засухи эти люди как бы не могут продолжить радоваться этому им надо вспоминать какие-то другие вещи типа там вулкана который так все никак не взорвется блин но они надеются или может отделиться какой-нибудь штат то говорили техас должен отделиться вот-вот вот сейчас прямо сейчас должен отделиться вот потом говорили что калифорния там вот но непременно отделится по же так жить нельзя что-то вот как-то не получается не доходит это вот флуктуации есть то не катастрофически и не считая вот президента нашего но это посмотрим насколько катастрофично еще надо жизнь покажет сегодня прочитал вот только так знаете заголовки с утра я поскольку раньше выхожу сегодня то почитать времени не было а заголовки я глянул и вот заголовок что президент российской федерации господин путин сказал что по его мнению маловероятно маловероятно чтобы господин трамп будучи в москве пользовался услугами проститутки а чего ему вероятность оценивать сказал бы дайте мне файл на него файл же есть но значит посмотрел бы чем файле написано что ему гадать я даже не да вот так вроде при такой власти человек может сказать единоличный и не может попросить чтоб ему файл перенесли или допустим прочитали и по телефону сказали что там вот не может приходится ему публично гадать что в общем то даже неудобно перед другими пацанами там да ладно сейчас следующий вопрос друзья следующий вопрос это есть ли паркинг возле входа в здание почему это вопрос потому что когда начинается новая группа они еще не знают что парковаться и должны в отведенном месте я сейчас покажу отведенное место так издалека и норовят припарковаться там где другие люди обычно паркуются и где студентам не положено вот так что сейчас посмотрим ну что же едем так специальными сейчас вот через этот входе вход заедем и смотрим вот справа меня интересует парковка справа слушайте так у нас есть большой выбор я не то что там есть просто большой выбор давайте-ка мы заедем без 10 без 10 10 и никто друзья никто не позарился на наши можно сказать кровные оплаченные места у стеночки это хорошо ладно а вообще студенты вот там паркуется там есть большая большая площадка то если проехать немножко дальше громадным из нее деньги платим чтобы там парковаться то есть мы ее арендуем у соседнего здания которым эта штука принадлежит то есть там может быть и посторонние могут парковаться смысле там еще кому люди приезжают но поскольку там в основном наши студенты а вот увидеть там сзади люди проходят вот они там это они на первый урок и ладно счастливо пойду я на первый урок